От борьбы мнений до принятия определенных решений. В Удачинском ГОКе при поддержке руководства Алроса и Удачинского горно-обогатительного комбината прошел семинар по интегрированному горному планированию. Около 60 геологов, гидрогеологов, геотехников и маркшейдеров встретились на северной площадке, чтобы обсудить инновации в сфере планирования на ближайшие 10 лет, познакомиться с разными программными продуктами, которые позволят более эффективно осуществлять взаимодействие между службами и горно-обогатительными комбинатами. Данный семинар собрал сюда специалистов горной промышленности. горных инженеров, маршредеров, геологов. И целью данного семинара является как-то улучшить взаимодействие всех служб на всех уровнях с помощью разных программных продуктов, автоматизации производства, внедрения цифровых каких-то решений. И все это дело большими шагами идет вперед и необходимо для развития нашей компании и конкурентоспособности нашей компании. Модернизация внедрения горных работ, внедрение цифровых и компьютерных технологий, переход на автоматизацию производственного процесса. По этим и другим направлениям шло обсуждение на семинаре «Интегрированное горное планирование». Участники из разных подразделений Алроса в жарких спорах находили наиболее выгодные пути решения вопросов, делились мнениями. Например, как сделать добычу более эффективной и что даст внедрение новых цифровых технологий, замена человеческого труда на автоматизированный. Знакомились с технологиями, внедренными на других объектах горнодобывающих компаний в нашей стране и за рубежом. Прежде всего я хотел бы поблагодарить Максима Александровича Каданцева, заместителя генерального директора по информационным технологиям, под эгидой которого, с подачи которого и его сотрудников была организована этот семинар. Поблагодарить Игоря Витальевича Соболева за поддержку, когда он тоже порекомендовал всем коллегам делегировать сюда. И это наш общий вопрос предоставили зал и очень гордимся этим. Я думаю, что цель достигнута, цель была прежде всего встретиться и поговорить. И за два дня прошла огромная динамика от борьбы мнений, и мы проходили через геологоцентричную модель компании и так далее, и сомнений в том, что это невозможно, это сложно, до того, как сейчас люди говорят, все это возможно, послушав себя, послушав, возможно, поставщиков программного обеспечения, послушав, например, представителей компании «Северсталь», которые уже далеко продвинулись по цифровой трансформации. Я понимаю, что все зависит от нас, очень многое зависит от нас. Мы хотим этого делать и надо это делать. Я думаю, что это очень большой успех. Большое внимание уделили взаимодействию между службами и подразделениями «Алроса» с целью эффективности и взаимовыгодного сотрудничества. Задачи разного плана, формат такой расширенный, цели и задачи мы определяли себя как, пути решения их. В основном, если обобщить по группам, основное, то, что мы увидели, у всех не хватает общения друг с другом. И у каждого, видите, плакаты, у каждого в той или иной мере, больше или меньше, присутствует нехватка взаимодействия между службами, там, геологи, машинера, планировщики, геомеханики и так далее. То есть у всех дефицит он как бы вывелся во время вот этого семинара. Для более тесного взаимодействия необходимо внедрение перспективных программных продуктов. Рассматривались разные варианты, предложенные другими компаниями, где уже используется то или иное обеспечение. Приведены примеры уже реализованных проектов, внедренных программных продуктов в мировой практике и Российской Федерации. К примеру, «Северсталь» развивает направление цифровизации с 2008 года и уже достигла значительных успехов в данной деятельности. Этот опыт можно применить на других производственных площадках. Например, применение программных продуктов, которые не применялись до этого на мировой площадке, допустим, ту же программу «Майншет», они ее не рассматривали. А сейчас мы можем рассмотреть этот вариант и применить ее для производства, планирования и проектирования горных работ. Программа предназначена для планирования горных работ, которая работает с базами данных, с геологическими, берет эту информацию и на основе этой информации моделирует развитие горных работ, грубо говоря, нужно смоделировать. И грамотно спланировать отработку месторождения с наименьшими рисками, с наименьшими потерями, с наименьшей безопасностью. Первая программа – это «Макрамайн». Мы давно пытаемся ее внедрить, обучить специалистов работать в ней. Но дело в том, что, чтобы в дальнейшем эта программа работала, необходимо передавать эту информацию, полученную в этой программе, передавать кому-то, другим производственным службам. Говорили и о достижениях подземного рудника «Удачный» в плане уже внедренных инноваций. Увышение точности планирования, то, что мы видим в ПТО, оно позволяет выполнять плановые объемы, значит, оно позволяет расти в качестве увеличения объемов, что, в свою очередь, дает нам прибыль по всему комплексу – геологи, машинера, ПТОшники, что попадает в верхнюю нашу верхушку управления компанией. Не остался в стороне и вопрос по подготовке и обучению персонала. Каждая команда должна была подготовить презентацию на тему, кого обучать, чему и как. Также подумали на тему, кто для кого работает и что нам это дает. Обмен опытом – это однозначно надо, проведение экскурсии по производственным объектам каждого цеха, и, соответственно, всеми службами. В настоящее время все предложения от участников семинара по программному обеспечению и повышению эффективности направлены к директору Удачнинского ГОКа Роману Денискину. Далее они поступят Игорю Соболеву для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова